Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Лара Светлова, ваш психолог, кандидат психологических наук, руководитель мутикультурного клуба на одной волне. Вот решила я прогуляться, любимая для меня школа, Томилан школа, и увидела здесь за стеклом Мэй Оллан Кэл Тайси. Здесь детские рисунки, всё это очень мило. Мэй Оллан Кэл Тайста, Эскары. И я вспомнила, как я проходила здесь практику, когда училась в Тавасте. Воспоминания в основном грустные, воспоминания о том, какая травля здесь была, тоже проходила практику в этой группе Кэл Тайси, жёлтая группа. И вспоминала, как за пять недель программа была достаточно рассчитана на средних учеников. И тогда я попыталась детям рассказать о том, что Хамедлина не просто город, в котором мы живём, которому 385 лет, но и город, который считается мировой столицей Сибелиуса. И когда я спросила у детей шестилетних, шести-семилетних, кто такой Сибелиус, только одна девочка из 25 человек примерно знала. Это девочка, которая была достаточно умна, сообразительна, и которую родители водили в кружок по игре на скрипке. Но тогда я была удивлена, на кого рассчитаны эти программы для подготовишек. Да, если ваш ребёнок, у него психомоторное развитие рассчитано специалистами по детскому развитию, например, детскими психологами, то такой уровень содержания подготовки весьма-весьма плачевной. И математики практически не было нормальной, родного языка не было, очень много было какого-то, грубо говоря, дебилизма. Это было время короны. И тогда на практике был также человек, который ставил танец про роботов. Ставил танец про роботов, и большая часть была времени посвящена тому, что дети разучивали этот танец. Но если ваш ребёнок умён, талантлив, такой уровень подхода и такая программа не подходит для вашего ребёнка, и ваш ребёнок будет автоматически подгоняться под середнячков, и, соответственно, в зоне ближайшего развития у него не будет возможности достойно развивать его способности. И поэтому моё мнение кандидата наук, который более 20 лет отработал в системе образования Санкт-Петербурга, такое, что уровень программа достаточно слабая. Она рассчитана на будущих граждан Финляндии, которые занимаются в системе обслуживания, например, по уборке улиц, по клинингу. Конечно, нужны такие люди, которые занимаются обслуживанием населения, но опять же, если ваш ребёнок на уровне выше среднего, то его способности в такой среде не будет развиваться. Вот это моё только личное мнение по поводу программы для подготовишек Эскори. Это только моё личное мнение. И сочувствуем тем семьям, тем детям, у которых способности есть какие-то. И думаю, что я не верю в то, что это самое лучшее образование в мире. Позвольте мне усомниться, возможно, на последующих этапах обучения, когда дети более дифференцируются по своим способностям, и будет у вашего ребёнка возможность поступать далее в лицей. Но на стартовых этапах такая система подготовки, так называемой подготовки, она замедлит развитие вашего ребёнка. Поэтому внимательно выбирайте школу, присматривайтесь к своим детям. И если ваш ребёнок соответствует высокому уровню психоэмоционального развития, придумывайте ему дополнительные занятия, это только моё мнение. Давайте относиться ответственно к своим обязанностям родителя и не губить ваших детях, наших детях, их таланты. всем хороших выходных, увидимся с вами каждый день ваш психолог Лара Светлова-Сию. лара